Кому-то грязному нельзя залезать на кровать. Да? Нельзя тебе же залезать. Ты зачем залез? Ты же знаешь, что ты грязный. Зачем полез на кровать? Мишутка. Ой, какой сладкий медведь. Ой, мне все равно он такой жаробасик. Скажи, уже вешу 36 килограмм. Что вы меня запустили? Что запустили Мишутку? Мишутка, ну посмотри на меня. Ой, вздыхает. Ой, вздыхает. Ты покушал йогурт? Кушал? Никого не слушал? Привет, друзья. В общем, наконец-то я выхожу на связь. Честно, не хотела просто вот негатив какой-либо выставлять на свой канал. Вон, шутка там лежит. Полез в какую-то кучу. Не хотела никакой негатив выставлять, потому что все это время я болела. Вообще пожиткачу. Сейчас я уже очень хорошо себя чувствую. Все, я вылечилась. У меня, правда, палит бок, и поэтому нужно обследоваться. Нужно делать колоноскопию. Я никак морально не могу собраться. Перед этим мне нужно еще кучу анализов сдать. Вот. Ну, в общем, так-то все нормально. Так, это собака-бояка. Ой, какие белые кусты там классные, да? Пойдем, Мишутка. Пойдем. Не хочет она идти. Никуда со мной. Ой. В общем, мы уже вовсю ходим, гуляем. У нас все цветет и пахнет. Очень красиво. Сирень цветет. Правда, конечно, с запозданием. Уже июнь месяц. Вот. Ну, все у нас хорошо. Стоит, кричит, может, не пойдем. Но если не хочешь, не пойдем. Ну, что делать с тобой? Пойдем домой. Стоит. В общем, собака обленилась в конец. А я сейчас днем, думаю, соберусь, пойду хотя бы хлеб возьму и иду. И понимаю, что я так хорошо себя не чувствовала. Несколько месяцев. Просто вот лекарства подействовали, все подействовало. И я вообще в полном порядке. Какой красивый куст, да? Классный. Вот, пчелка летает. Сейчас мы ее подснимем. Пчелка летает. Он хрюкает. Смешной кит. Смешной кит. Ей даже от земли тяжело оторваться от такой вес. Журобасик. Журобасик. Ой, какой журобасичка. Грязный. Не мылся три месяца, реально, медведь. Медведь, тебя как настоящего истинного самоеда хозяева не купают. Ты на самоочищении. И нам тут в лифте говорят, какая она чистая у вас. А мы-то знаем, что она грязная. Три месяца не мылась. Не купалась. Да, Мишутка? Купаться будешь? Будем купаться? Ну уж нет. Мы совершаем вечерний променад. Очень не хотелось, но надо. Будет виновник всех вечерних променадов. Вот эта жирная жопка белая. Скажи обзываются. Она у нас уже весит 36 килограмм. Причем мы сидели на диете так долго и упорно. Она весила сколько? 33? 33. А это последний раз весили, она уже весит 36. Нужно что-то менять в жизни. Худею только я. И кошелек. Больше никто в семье не хочет худеть. Серега полез с кушерей. На, нюхай. Нюхаю. Класс. Вкусно пахнет. Да блин, без меня погибли. Получила. Аккуратно. Все, идем обратно. На самом деле, вот так сама не могу себя вытащить из дома, чтобы пойти походить. А с медведем как-то более комфортно себя чувствую. Вот она гуляет и как-то меня немного успокаивает, что ли. Самой как-то уже куда-то ехать. Лучше дома посидеть. Что ты верещишь? Маша листики снимает, как делают. А ты верещишь, стоит. Ой, кто это на ручках у Сережи сидит? Это отказник от гуляний. Отказался гулять, не пошел с нами. Требует, чтобы ее вели домой. Вот так. Все. Вот это вот существо, не хочу выражаться, не выпустило у нас в магазин. Не выпустило в магазин. Просто истерику устроило, что нужно обязательно вывезти ее. Вот такая истерика. Непрекращающаяся просто. Что это такое, а? Здрасте. Мы собрались и мы могли ее просто каким-то образом. Сколько очков забил? Шесть. Трешечки забивал? Нет. Нет? Нет. 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 Мы с Серегой за мясом мельмень. В общем, мы с Серегой прогулялись в магазин, купили мишки мяса, то, что и хотели. Но мы еще хотели купить. Как я, короче, это криво говорю. А мы еще хотели криво сказать, что мы хотели дешевых фруктов, а дешевых фруктов нету. Вот просто. Я хочу как-то вырастить нормально. Все очень долгое, как мясо стоит. Вот просто реально фрукты стоят, как мясо. Вот кто-то может себе позволить персики есть? Нет. Кто-то вообще себе может мясо позволить? Нет. Ну, по 550 рублей. 550 рублей килограмм персиков, 400 килограмм винограда, чережня по 650 рублей, клубника по 550 рублей. Мы живем, правда, на северо-западе. Понятно, что они закупаются все. Мы сейчас заходим в пятерку. Понятно, что они все закупаются на юге, там где сити-фуд, еще другие рынки. Ну, просто по таким ценам. Я не знаю, в сезон я не могу себе позволить съесть ягодку. О, ну, здесь как-то более-менее. Смотри, черешня 300 рублей килограмм. Нормальная, вроде, черешня. Смотри, крупненькая, может что-то набрать. Чуть-чуть, да? Ну, хотя бы не по 500 рублей, но все как бы такое, не айс. Вот наш улов. Взяли мы вот так чуть-чуть черешенки и чуть-чуть абрикосы. Ну, понятно, что они будут, скорее всего, пластиковые, по... Дубль пятый. Дубль пятый. Никак не могла записать, там и трещит такой задувал. В общем, понятно, что они, скорее всего, будут пластиковые, но деваться некуда. Хотя бы чуть-чуть поедим фруктов. И тут, знаете, дело не в цене, но просто какой-то принципиальный момент. С какой-то такой стати фрукты стоят столько же, сколько килограмм мяса, да? По такой же цене просто. Не знаю. Наша Раша просто. И цены в Турции, в Грузии, например, где-то на юге. Ну, это вообще... Это накручивают они... Вот они даже на садовую... Не на садовую. На этом покупают... Как он называется? Ситифуд. Покупают на ситифуде или на рынке на теплом стане. Привозят сюда. Да. И за это берут даже не стопроцентную накрутку, а двести процентную, скажем так. Топливо уже подорожал. Блин. Ну да, да. За топливо просто. Сейчас везде камеры фотографируют. Нет, понимаешь, там на теплом стане 150 рублей килограмм клубника стоит. Вот, 550 рублей продает стоит. Мудрецы. 150 рублей килограмм клубники. А здесь 550. А здесь 550. Сильно. 150 рублей.